сегодня у нас 7 марта 2022 года понедельник я решил на память оставить беседу нашу как мы вошли великий пост внимательно слушайте я прошу очень даже как бы вам ни казалось невозможным не не дергать и не не перебивать и не до условно чтобы не было сказано мы вчера пришли в храм был батюшка здесь была литургия причастников никого не было даже малых детей потом здесь чин прощения прошел свой и поэтому мы там пришли попозже здесь ну все было я не стал даже снимать там кажется может лена маленько что-то сняла то ну во первых одно и тоже это подходят кланяются проси христа ради больше еще нету такого мы я вижу что бывает не расположен батюшка чтобы не трогал потому что у него опыт нулевой работы с людьми которые здесь нулевой он это понимает когда крещение идет столько людей бывает от было 89 часа уже 14 было вчера на меня вышли и я попрошу не крутиться не губами не шевелить два семья немцев собирается при этой обстановке сумеете не проехать муж и жена жена по-русски видимо совсем не разговаривает а он из россии и трое детей все ребятишки ручные прям на руках маленькие совсем будут люди опять будет у нас крещение батюшка говорит вот каждый год я крещу и ни одного человека нет чтоб через меня пришел через него он понимает это дело а результат жизни то будет поэтому их не хотел бы я бесплодным к трону господа прийти хоть одну хотел бы душу сноп один руках нести я ему показываю где-то путь рассказываю и все ему в америке когда он был ездил там приглашенные когда это решали акт о каноническом общении где-то ну хорошие называть что там планшет или ноутбук как-то я называю другими словами это блин там как блин такой же и вот он там не бывает маленько побыл опять закрыл и такой же друг у него приезжает или он туда ездит каждый год и вам священники нулевой опыт из потеряю кто от нас получает это только елена барабаш жена игоря старосты деревни учительница и иосиф племянник мой материалы все скидывает а совершенно другие люди сколько они получают материала и и дальше у нас занятий в этот день не было прошел собрание после собрания тут пообедали позавтракали и договорились за нами лена года щук заедет отвезти но тут у нас начинает расхождение тут мы были вместе все это бывает только то убегает там идете растет человек то а привычки то остается те же знацовой работы никакой нету ну и ладно договорились поскольку она там приезжает привезла нас и в это время спрашивают надежда пойти огур не ходи тебе не надо идти ты дома помолишься и все почему дома не можешь а там люди будут я уже знаю это дело ничего это не даст если внутри перемены нет на небо пойди все равно упадешь оттуда не надо сидите дома тем более привели гликерию она непослушная она абсолютно непослушная и вы делаете свое дело как надо и не надо поэтому сидите дома вот любовь николаевна она спросила а мне можно идти вот вот она это спросила я бы сказал тебе нельзя не идти не пошла бы конечно понятно в этом начнем и не какие сразу там до истерики вот так надо выхожу когда уже сказали лена подъехала там валерий сокольский я сразу понял а это не случайно он здесь но я еще не знал что еще и таня подъедет то есть с ней было у качели все как будто прошу не срывайте сейчас покажите что вас какие-то есть подвижки что вами не движет злой дух слышала я пошел и ездить не надо потому что силы нет здоровья нет и в туалет надо бежать и ну-ка ну что что здесь вы там тоже сама такие будете показывать себе вот так вот это по глухонемому идти в туалет надо ну ладно все ли мы поехали только приехали оборачиваюсь они уже там за ними то не горит заехала я не видел когда они зашли она там была с матерью прошли там я увидел это стоит я разделся то не починили все еще мою пупайку а тут другая у меня висит праздничная татьяна кузьминична подарила такая как я не знаю назвать эту журка или что-то хорошая такая синенькая я положил тут я в правом пределе такая ниша и там свечи свеча одна горит или несколько свечей я вижу пол то чистый моется я туда положил вижу уже убрали другие наши люди которые зашли в этот конец я им показываю раздеться там можно ну и когда кончились после паза подошли я маленько вперед скинусь заходить лежат на скамейке наша одежда нормально перебираю моей нет она синяя легко выделяется я туда перри перемолотил нету обратно перемолотил всю одежду нету третий раз нету ну ладно водя подошел у него здоровая сумка он по-доброму решил сделать из сумку и и спрятал это же не додумаешься никогда не было никогда этого не было то мы приставим сквозь ну зачем это делать то вся одежда нормально а моя там четыре охранника колонии вроде бы но надо додуматься положить их из сумку я даже не знаю что сумка есть и что в сумке застегнута как я могу найти то вот если бы он не подошел я так и пошел бы раздевший пошел бы домой и вы никогда не делайте что в бескону ленький вот можно было подумать хозяин подойдет будет искать где будет искать там где положил а я положил еще нету но рядом скамейка перебрал я подряд все одежду вот так перебираю поднимают люди подходят одеваются я не одевший стою один как щучила на огороде дальше как у нас это проходило во первых непослушание сразу это сразу на скамейку села я и говорю иди сюда сюда здесь рядом иди сюда камень и и понятно даже сейчас вы видите как вы иди сюда не то что что-то и будете нет она не как иди сюда я говорю понимаешь ты растешь ты смотри у меня доросла докуда ну не послушание абсолютное стой вот так вот она сразу ногами перебирает вот так вот уже гляжу уже дальше скрывается и она понимает дальше я как только поклон дело наш мак тебе это будет стоить жизни ты вот так где-то бежишь тебя в машину дернет никто не видит и капот тебе я тебе говорил тогда еще привязывал тебя на веревочку сзади чтобы ты никуда не убегала ты-то стал баба взяла и она тобой но нет она совершенно отдельно действует она опять уже в толпе с кем она пошла зачем она прошла и в школе с тобой мучается называется гиперактивная я на отвечаю не битая если тебя отодрать два раза хорошо было бы все стало бы на место ну у тебя мать есть без отцовшина зачем я тебе сколько раз подводили под стояла таня подошла второй раз так поставила около меня вот так подвела даже я не только стала и ногами уже пошла уже уже назад я его так дерну а у нее ничего нету зачем она пришла в храм зачем когда она не верующий совершенно не верующий и страха божия нет ничего вот только я поклонился один раз она ждет когда земной поклон земной поклон не обстал я уже нету и это даст самого самого начала и до конца так было зачем-то убегала ты дождешься от нее что нет сейчас начнешь и суд сейчас ни слова пока нет по я по жестам пойму не ни слова не говорите и ты видела это прекрасно ты видела это дальше зачем ты пошла туда вперед эти снимать как со своим этим там я сказал бы вот он пошел потому что говорил там проповедь митрополит серьги иванников елена гладыщук с собой аппарат она пошла так и шепнул вперед что прошла и там снимают настоящие установки такие с той стороны он никогда не скажет что не надо никогда потеряет он приезжает полная свобода снимай на видео как угодно вот мы к нему только зашли а он из кабинета не выходят у нас двое снимают он вышел поздоровался благословил а почему двое я говорю один видео другой фотоаппарат а ладно я говорю мы владыка поехали с этой страхилю по храмам благословите чтобы везде можно было снимать бог помощь и поэтому день нашли говорит нас владыка благословил вот как надо жить владыка почему он такой приятный коммуникабельный как сказать вот я кланяюсь ты в это время ногами уже зашла и не то чтобы я тебя обидел а сразу же назад вот так вот и но я потом таня ее пытается никакой дальше поклонились а мы двое стали станет никого нету зачем-то убегала все в братке она походила да зачем тебе братки какой братки ты с нами приехала какие тебе тут братки одна там шарится среди людей я только до встал лежу она там в толпе зачем ты пошла вперед туда с этим аудио там записывать это твоя жизнь такая будет слушай так внимательно сейчас сейчас я буду говорить о у вас будет взрыв так отойдем туда сядь вы не можете двое сразу я вижу мне надо слышать я вижу что вы разговариваете за чем ты пошла туда вперед только не слова только для того размышления мне проходит какое-то время я вернулся уже домой звонил батюшка звонит ты там был подходил я да я говорю как ну видно как он я не стал останавливаться ни грамма не он сразу крестом обычно пони большой крест у владыки он обнимает меня крестом я крест даже сзади оказывается но вчера о я скорее прохожу чтобы не задержать а потом ты идешь я сейчас покажу ты сразу священника тормозишь сзади очередь тебе никакой нужны нету но ты до этого была там еще до этого батюшка говорит еще сначала идут священники и она вперед говорит туда зачем я говорю что вот это твоя жена жена она была рядом тут вот она пошла туда за счет она выше мужа и батюшка говорит ой 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 ягод ничего не могу сделать или сказать священников там сколько 50 человек а я первое туда вот и думал да никогда мне даже порошинки на это нету куда составляться вот где-то пронырнуть что-то сделать зачем полезла туда да мало того еще и с девчонкой она записывает все аккуратно никому не мешаем ну как положено где-то прошли все священники прошли все люди наконец последний человек идет тогда идем мы мужчины наши братья идут за нами идут такой порядок был никаких один туда другой туда третий туда те которые не отошли они ушли никуда уже на когда выше там на паплет на кольцо в это время подошел андрей дробот глухонемого который ребятишки которого жена умерла ну по-хорошему все жестами показал ему еще не говорю и он с нами пошел и у нас машина там оставила на на улице на другой я не знаю какая там улица ниже никитинской льва толстого наверное да не знаю в этом дело сейчас ты делаешь уже неправильно надо смотри вот у меня если вот телефон сшиты специально я телефон в карман не положу пока вот это нету а это вот если упало чтобы сразу найти я мало того еще пристегивается здесь и карман застегивается у тебя все открыто бац телефон потерян ах давно раздавили такой большой у меня маленький игорь потерял я не знаю кто не терял только володя потерял ладно уже нашлись люди оказалось сумки а сумку оставили и там телефоны и всю зиму пролезал он не потерялся вы пример берите почему правом кармане где ничего не должно быть здесь правом кармане только платочки нет батюшка вчера мне это все говорит я губочка но я ничего не могу сделать я стоял молился как мог а вы в это время что-то искали больше а ты бы была первую очередь сказал дома сразу с радостью приняла нет я хочу полуживая едва ходишь сегодня там свадьба где-то а я поеду зачем ну представь это же не похороны как похороны пойти туда молодые молодежь там все а я пойду с костылями своими воды что поднесли ну что вы делаете да чтоб тебя никто не видел сгиньте с глаз вот что нам кричат все ну ладно еще на ногах ходишь да и где-то что-то и путай может скажешь а здесь ничего не сказать не памяти ничего прошмыгнула туда и батюшка уже у него ничего в памяти не осталось только одно что 50 священников впереди какая-то женщина посмотрел знакомую и зачем она залезла туда тормознула всех ну еще нормально это собой великий пост мы заходим с этим а как молиться надо где-то погибает люди где-то война идет бывает что и между братскими народами там мусульмане с мусульманами православное с православными мало ли еще я уж не называю никого нигде тут и понятно о чем я говорю как мы даже бодрствовать молиться пришли туда и там та же история я говорил станей машину и и без моего разрешения не садится без моего разрешения чтобы она не приезжала сюда смотреть сколько подряд нарушение идет его это даром вам не пройдет она упала у меня не могу и поднять татьяна на то чувствует я ее поднимаю никак упала в ноги она осознает она не как на ней над ней есть там ее вероотступник который ее учит по-своему и прочее дети все где-то у сектантов ни одного ребенка здесь нету у нее трагедия в семье настоящие духовное но она это понимает при тебе было я сказал сначала со мной посоветуйся они также а мне мыться великий пост ни одна женщина не мылась златоус об этом говорит никто забудьте про бани про все надо мокрой тряпочкой оботрись я вот приехал сюда один раз так как сколько уже месяц октябрь ноябрь декабрь январь февраль уж пять месяцев прошло я один раз сходил ничего до нужды никакой нету за семь недель во всей греции во всем христианском мире никто не мылся а как же женщины то другое не знаю как я говорю то что златоус говорит ее заметь как это уже заранее валу здесь валера подъехал какая-то женщина с ним не знаю где-то она там знакомой или на работе была у меня места свободные есть видимо я сказал не думай брать ей запрещено идти оказывается там у нее еще подстраховалась и татьяна как она не могла внезапно приехать то есть она я бы смотри как она думает без меня вылезнуть туда я же вижу как она ходит свободно эту не бери она совершенно не верующая мне не послушали ничего нету и она только одно но где за нее отвечать брат клада ты его не видел брат брат она зовет дедушку своего ты больше братка не зови его а деда и зови у тебя еще сказать да у тебя ничего не останется духовного что ты берешь здесь и здесь только чуть-чуть опять вынуждена идет богослужай она уже в той комнате это ищет ее пошли на улицу оттуда приходит одна бабки совсем нету в таком случае конечно лучше не брать она бесконтрольная здесь она не может смотри кошку она так увидел уже надо схватить ты растешь в школе у тебя не ладно у тебя не мать не родная никто не рад такому поведению смири себя ты еще не жила и уже отжила а так то можно было бы в деревню взять тебя к нам откуда люди приезжают какие ну и там то я рядом я тебе укороту даю у нас прошлом году одна приехала трое детей вот такие вот только где-то одна трое и приехала откуда через москву она еще собирается приехать на из канады а из канады когда прилетали в детский лагерь у них первая остановка в париже 2 в москве 3 в барнауле аэропорта а здесь уже привезли почему как мы весь интернет перебрали и где такого не нашли для воспитания детей а дети нуждаются в этом и кроме благодарности мы ничего не получили оттуда королеву фамилия канада я говорю о вчерашнем дне пожалуйста прошу ради вас а где я не слушалась вчера только подряд раз за разом сказал не ходить все сразу с таким же самым его сказали не ходи мочкой даже вопросов нету я бы сказал тогда владеть скажите что я в городе у меня старт прошит у батюшки а как и гнать и не болезли но я скорее скорее прошел я тебе сейчас покажу ты стоишь как тормозишь там всех показатели так знаешь это все заснято и надо ли это ты видишь там лена снимает я сказал махнул рукой показал все ни одного женщины с одна за другой подходит ко мне вижу знакома я не знаю кто и каждый что-то говорит во первых я не слышу а во вторых храм я говорю владыка говорит а там разговаривать между собой и священники и прочее это безобразие владыка говорит проповедь замри слушайте небеса и внимай земля ибо господь говорит если он слово божие считает вам понятно что я говорю мне от этого нету что вы будете делать не будете я прошу принять это как должно и сажать а когда я не слушалась вот этот когда фильм смотришь когда штрафует штрафует а тогда он спрашивает а есть за что вас не штрафует а хозяин о об этом мы не думали это надо подумать об этом так и здесь где слушалась вопрос другой надо ставить еще на такой день день прощения прощение это значит не по старобряще ски проси христа ради вот тебе нельзя так проси христа ради никонянин проклятый у них обязательно кого-то надо грызть столетиями 360 лет и как будто это сегодня было песков или михайлович первый из комсомольской правде встретился с карповыми на базе там и первое что он заметил говорит он разговаривает о никоне о царе алексея михайловича как будто он за стенкой живет а у них священник есть такой был семён дурасов он говорит саробряще скил он говорит у нас такое положение как будто нас дыбы с огня сняли только сегодня все не такие все это он сам старообрядческий священий говорит и сразу его заворотник и все и священствует куда угодно и так мы ступили пост прошу принесите перед богом за это покаяние из служите как есть с это я не знаю что делать здесь она будет сейчас у тебя выход дверь открывать быть и кошку потеряете она бесконтрольная сделай как или чтобы забрали из комнаты чтобы туда не уходила там сидела когда идти если наружу снаружи молодяй там надо сделать чтобы она не открывалась и сама дверь если эта дверь открыта открылась об этом время открывал окошко здесь она сразу выскочила ее нету нам нету она замечательная кошка сики синеглазые вам понятно а вы дверь открыли дверь не открывать и сразу закрывай за собой там с той стороны кто-то вещь открывает она выскочила наружу а так выскочила из тамбора вы забрали ее вот у нас видите ли как делаем мы спрятали дверям подходим вечером запирает тогда в стенки выпускаю это животное но не может животное лучше меня думать она мне давно чтобы я разобрался с ней так у меня все вопросы вопросы сейчас можете говорить я прошла с богом все сказано